Объявили о частичной мобилизации. Муж сразу решил, что пойдет тоже защищать свою родину. Но так как все-таки младшему не было на тот момент еще и месяца, он здесь больше подумал о семье. Решение пойти на СВО супруг Марина отложил на год. Затем подписал контракт с Минобороны. Их семье уже 13 лет. Старшему сыну сейчас 8, младшему 2 года. Уже пошел в садик. Семьям контрактников оказывается всесторонняя поддержка. Сама Марина, как и многие жены военнослужащих, занимается отправкой гуманитарной помощи в зону спецоперации. Зимой вместе с соседями изготовили и передали бойцам окопные свечи. Хочется сказать слова благодарности всем тем, кто причастен к отправке, сбору и сопровождению гуманитарной помощи. Наша глава тоже, Илья Смогилович, всегда в первых рядах. Это очень большая поддержка чувствуется не только для наших бойцов, но и нам, семьям. Не бросают нас и не оставляют. Глава семейства выбрал себе позывной «Чувашин», потому что вырос в чувашском селе Алексеевка. С Мариной почти ежедневно на связи. Если не получается созвониться, обмениваются сообщениями. Супруг делится тем, как проходят дни в зоне боевых действий. Многих интересует, изменился ли он. Вы знаете, не изменился. Я этому очень рада. Потому что он остался все тем же честным человеком, тем же смелым парнем. По папе скучает и сын Артем. Недавно боец приезжал в отпуск и провел с семьей две недели. Когда он приезжает, мы сразу на рыбалку куда-нибудь ездим. Мы там развиваем по телефону, он мне звонит. Я тоже иногда звоню. Что папа говорит? Что у него там все хорошо. Скучаешь по папе? Да. Я папе очень горжусь. Он не настоящий пример. Те, кто заключит контракт в Татарстане, получают единовременно до миллиона 700 тысяч рублей. Условия в республике одни из лучших по стране. Лина Зинатольевна, Айголия Диатольевна, Булат Минязов, ТНВ, Бавлы.